Всем привет! Вы смотрите Мобайвер и это самые интересные новости в сфере IT за неделю. В этом выпуске Sony Xperia XZ1 на процессоре Snapdragon 845 уже в январе. Huawei P11X показали видео с новинкой. Новый Xiaomi Mi Max 3 еще мощнее и еще больше. Samsung Galaxy A8 и A8 Plus теперь уже официально. Начнем! Все больше и больше слухов о готовящемся флагмане Sony. Так в сети появились результаты бенчмарка Geekbench. Смартфон должен получить название Sony Xperia XZ1 или XZ2. Судя по результатам мы получим достаточно мощный смартфон. Новинка будет работать на новом чипсете Snapdragon 845. Кроме версии 4х64 ГБ будет еще версия с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Кроме того, флагман получит 5,8 дюймовый Full HD дисплей. Пропорции экрана стандартные. Сверху стекло Corning Gorilla Glass 5 поколения. Также нам обещают сдвоенную основную камеру и пылевлагозащищенный корпус. Батареи у новинки на 3200 мАч. А представить новинку должны на январской выставке CES 2018 или в феврале на MWC 2018. Ну что ж, ждем с нетерпением. Недавно мы рассказывали о готовящемся флагмане Huawei P11, который должен получить тройную камеру. Теперь же в сети появился ролик нового Huawei P11X, основанный на слухах и догадках. Huawei P11 получит металлическую рамку и заднюю панель из стекла. Сверху в левой части крышки находится вертикальная тройная камера. Сверху под ней расположен датчик и двойная вспышка. Сканер отпечатков пальцев отсутствует. Экран без рамок и с вырезом сверху. Huawei P11 получит тройную основную камеру Leica с общим разрешением в 40 мегапикселей и 5-кратный гибридный зум. О других технических характеристиках неизвестно. Но мы думаем, что смартфон получит топовый процессор собственной разработки Huawei с искусственным интеллектом. Также, скорее всего, версий смартфона будет несколько. 6,8 гигабайтами оперативной памяти и 64,128 постоянной. По цене и дате выхода пока ничего неизвестно. Ну, конечно же, рубрика новостей от Xiaomi. В сети появились новые слухи и примерная дата анонса будущего фаблета Xiaomi Mi Max 3. Итак, что мы получим? Xiaomi Mi Max 3 снабдят модным нынче полноэкранным IPS-дисплеем с Full HD Plus разрешением 2160 на 1080 пикселей и соотношением сторон 18 на 9. Диагональ экрана при этом увеличивается до 7 дюймов при сохранении тех же размеров корпуса, что и в предыдущих поколениях. Mi Max 3 будет выпускаться в двух версиях. Базовая модификация получит процессор Snapdragon 630 или 635, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 постоянной. Старшая модель получит процессор Snapdragon 660 с 6 гигабайтами ОЗУ и 64 постоянной. Также в старшей версии смартфона должна быть поддержка технологии быстрозарядки Quick Charge 4.0. В смартфоне будут установлены двухканальные модули Wi-Fi. Также будет использоваться более новая версия Bluetooth 5.0 и появится NFC. Работать новинка будет на Android 8.1 с фирменной оболочкой MIUI 9. Показать Mi Max 3 должны в начале весны 2018 года. А знаете что? Я уже задумался над его покупкой. Много слухов и новостей было о готовящемся смартфоне Galaxy A8 и A8 Plus. И вот Samsung наконец-то их анонсировала. Так смартфоны получили флагманский внешний вид и двойную фронтальную камеру. По параметрам мы имеем следующее. A8 и A8 Plus получили 8-ядерный чипсет Exynos. Два ядра по 2,2 ГГц и 6 ядер на 1,6 ГГц. 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ постоянной памяти в зависимости от версии. Смартфоны также поддерживают Samsung Pay и имеют датчик NFC. Оба устройства работают на Android 7.1.1 с последующим обновлением до 8-го. Основная камера у новинок на 16 меопикселей. Сдвоенная фронтальная камера имеет датчик на 16 и 8 меопикселей. Фронтальная камера умеет делать селфи как одного человека, так и групповые широкоформатные фото. А с помощью функции Live Focus пользователи смогут накладывать на снимки эффект размытия заднего фона. Корпус смартфонов стеклянный, рамка металлическая. А8 и А8 Plus также получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Новинки доступны в четырех цветах – черном, серо-фиолетовом, синим и золотом. Главное отличие у смартфонов в экране. У А8 используется 5,6-дюймовый экран, а у Plus версии 6-дюймовый экран. Используется тип матрицы Super AMOLED с разрешением 2220х1080 пикселей и соотношением сторон 18,5х9. Также есть функция Always On Display. На заблокированном экране выводятся часы и уведомления о пропущенных событиях. Аккумулятор у А8 имеет емкость 3000 мАч, а у Plus версии на 3500 мАч. Новинки поступают в продажу в январе 2018 года. Официальной цены пока нет, но по слухам стартовать они будут от 500 долларов. Так что если вы готовы заплатить такие деньги за не флагман, придется еще немного подождать. И это были все самые интересные новости за неделю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также мы не откажемся от репостов в социальные сети. Всем удачи, бобра и хорошего настроения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok